Всем привет, с вами Ксенон, и если вы смотрите этот ролик, то на всех музыкальных площадках уже вышел мой новый альбом On Fire. Сегодня я хотел бы вам рассказать и показать, как записывались треки, как сводились эти треки, как записывались клипы, как делась обложка и вообще, как шла работа над релизом. Поехали! А начнем мы с предыстории. Можете перематывать сразу. Вы спросите, Влад, зачем тебе альбом в 2023 году, когда, казалось бы, правильнее делать какие-нибудь хайповые синглы, особенно учитывая твой актив? А я вам отвечу, все просто. Последние три года все, чем я занимался в музыке, было паразитированием. Сначала я паразитировал на треках из мемов. Потом я паразитировал на инфоповодах. Я не ругаюсь, матом мои помыслы чистые. На все ваши загоны, если честно, да... Потом я делал пародии на популярные западные треки. Я где-то далеко в е... А потом я вообще обнаглел и сделал трек специально для маски в ТикТоке. Твои друзья кричат везде, что я странный. И 250 тысяч клипов на этом надоел. Вот такой я паразит. Снова попала под прицел этих камер. Ну а вишенка на тортике... Это мои бесконечные фиты с ютюберами, тиктокерами и прочими медийными личностями. Да, все это приносило мне просмотры, деньги. Но! Когда на 2023 год встал вопрос о том, что пора уже стучаться к серьезным артистам, к более крутым лейблам и давать концерты, я понял, что у меня практически нету адекватных сольных работ. Только одни. Мемасы, инфоповоды, кривляния, фиты, фиты, фиты и еще раз фиты. Ну и вообще многие треки, которые я записал, уже не актуальны. Типа, актив как у пяти... А, б***ь. У тебя актив, как у пятиклассницы. Я уже в шестом, так что иди в задницу. Ну знаете, та ситуация, когда у вас много шмоток, но нечего надеть. У меня вот такой ситуации нет теперь. У меня есть новый мерч. И этой весной я принял решение сделать первый раз в своей жизни нормальную, адекватную, цельную работу, в которой будут хорошие песни, которые будет не стыдно показать кому угодно и в которой не будет вот этого. Как тебе вот это? Годно. Как тебе вот это? Говно. И как по мне, получилось неплохо. Восемь интересных треков, из которых только один фит. Вау. Концепция альбома. Давайте я долго не буду душнить и скажу просто, что On Fire — это альбом о выгорании, как творческом, так и в отношениях, и поиске себя в нынешних суровых реалиях. Это альбом про поиск света огонька в этой темной пещере под названием «Жизнь». Если все-таки попытаться отнести альбом к какому-то одному жанру, то это, скорее всего, поп-рэп. Ну я типа пою и читаю, и пою, и читаю. Ты хочешь вырваться вперед? Тогда придется ставить все. Если начали, играем до конца. Написание и запись альбома. Как и большинство своих песен, этот альбом я записал полностью дома, потому что я не особо люблю записываться на студиях. Там время пребывания не резиновое, и каждый час стоит денег. Я помню, мы, энергетик, просто из-за своей тупости записывали часов пять. Практически каждый раз, когда я записываю песни, я пишу по 50 даблов, по 100 бэков. В общем, мне проще и комфортнее записать себя самому. К тому же у меня имеется оборудование. Итак, ребята, это мое рабочее место. Здесь собрано все необходимое мне оборудование для написания битов, записи треков и так далее и тому подобное. И там на фоне собачка, да? Сейчас, подождите, что у тебя? Начнем с вот этого вот оборудования. Это собака породы Бигль. Зовут ее Блейз. И она будет создавать прекрасные фоновые звуки. Рюкать, гавкать и так далее и тому подобное в этом видео. Да вот. Ты бы сними, сними, сними. Вот это база. Все, что угодно, что можно съесть, будет подвержено атаке этого существа, да? Ты же ешь все, вообще все просто. Да не надо. А ну, это красота, естественно. Итак, наушники. Это АКГ-240 МК-2. Вы спросите, почему ты взял именно такие? Я вам отвечу. Такие же наушники у моего кента, с которым мы записывали трек девочек, который нет. Все типа просто. Блейз, хватит сидеть. Микрофон Шур-СМ-7Б. Это просто легенда. На этот микро я записываю и ролики, и треки, и озвучку. Вообще все я делаю на этот микрофон, но в данный момент он не работает. Этот микрофон динамический, он записывает то, что происходит непосредственно рядом с ним, в отличие от конденсаторных микро. Я не знаю, ну шикарный микрочет, дорогой, конечно, но шикарный. Дальше у нас идет MIDI-клавиатура. Это Impact GX49. Как думаете, как часто я ей пользуюсь? Ну, примерно раз в два месяца. Я не знаю, я привык наигрывать мелодии, типа, в секвенсоре непосредственно, не на клавишу. Мне почему-то так прикольнее. Звуковая карточка. Это у нас Focusrite Scarlett. И не соло-версия, а версия на два входа. Возможно, вы мне скажете, что я пользователем взял эту звуковую карточку, потому что ее берут все, кому не лень. А я не все, кому не лень. Мне лень это другой чел. Я ксенон. А это у нас мониторы небольшие. Брал я их в девятнадцатом году. Называются они Maki CR3. В принципе, мне их хватает, но хочется чего-то побольше, на самом деле. Я задумываюсь уже над тем, чтобы обновить этих малюток. Но для дома вполне себе хватает. Как происходит запись песен? Я надеваю наушнички и с одного уха я снимаю их, потому что мне так удобнее. Дальше беру вот этого вот пацана, снимаю с него защитку и ставлю поп-фильтр. Вот эта штука, она не спасает от взрывных согласных, типа б-б-б. Я ее снимаю, она просто мне не нужна. Она используется, я не знаю, для озвучки, для каких-то стримов, для роликов. А для записи треков я все-таки использую шур в его первозданном виде, скажем так. Кстати, вот поближе подойди. Смотри, у меня здесь есть персонаж из аниме «Кренок рассекающий демонов». Это Зеницу. И, и, подойди еще раз. Вот здесь у меня имеется усилитель, о котором я забыл сказать. Это TD Core нашего производства. И, в общем, он стоит недорого, но усиливает микрофончик динамичный вот так вот. Сегодня мы записываем тречок под названием «Вабанг». Сейчас мы будем много орать, потому что это самый агрессивный трек с альбома. Хочешь со мной, коллап, но что ты можешь дать взамен? На любом треке твои парты – это рудимент. Так много слухов про меня, я проклят, будто у меня. Но их слова как бумеран, ваше место в списке лузеров. Это был пробный у нас дублик. Пробных дубликов у меня бывает и по 50 штук. Но их слова как бумеран, ваше место в списке. Блин, я обычно в треках так не ору, честно говоря. Трек экспериментальный. И я не знаю, типа, как вам такое, но Диман сказал, что это нужно брать на альбом, это круто. Но в этой песне есть парт, который реально с кайфом записывается. Если на чули играем до конца, пока времени хватает на счетах. Что, можно бэки бахнуть? Если на чули играем до конца, пока времени хватает на счетах. Надо обязательно в какой-то момент сохраниться. Надо назвать проект как-то так, чтобы не потерять его. Ну, нормально. Биты к альбому я писал сам. Да-да, не удивляйтесь, я еще и битмейкер. И в целом у меня так на протяжении всей дискографии. Ну, бывают исключения, бывают, конечно, когда биты не только я писал. Первый трючок, это у нас «Выгораю». Я начал вот с такой драмочки. Дальше у нас мелодия. Вот такой вот я искусственный бас использую в треках. Все симпл у нас, все симпл. В альбоме вы частенько можете услышать гитары. И так как я не умею играть ни на чем, кроме нервов вот этих людей, которые находятся сейчас со мной в комнате. Так как я не умею играть на гитарах, конкретно, которые вы слышали в альбоме, их мне прописывал «Мне лень», возможно, вы знаете такого музыкального исполнителя, и Арсен Эшли, о котором речь зайдет чуть попозже. Но иногда я не дожидался, пока ребята запишут мне гитары, и делал это сам в секвенсоре. Смотрите, вот, допустим, укулеле Кирилла, который он записал для трека «Выгораю». Но в этом же треке есть искусственное укулеле, которое я сделал сам, прямо в FL-ке. На некоторых треках с альбома я использую вот эту штучку, называется она «Казу». Звучит она примерно так, если в нее поделать такой вот звук. Тут-тыру-ту-ту. И, ну не знаю, как по мне, это прикольная фишечка. Вот, например, в треке «Упс», который у нас вторым треком идет, есть дроп с этим инструментом, и звучит он прекрасно. В общем, я решил сделать «Казу» частью своей жизни и своих треков. Вот. Это круто. Казу! В треке «Тут и там», наверное, самое главное – это сэмпл, вот этот звучок. Вы можете подумать, что это «Казу», но на самом деле нет, это просто мой голос. То есть, если мы все выключим, вообще все обработочки, то будет звучать вот так. Просто на рандоме всякого навалило, и теперь это звучит так. Самый интересный, наверное, трек в плане бита, это «Говоришь». Тут реально намешано все подряд. Вначале у нас такая лиричная интруха. Ну хочется плакать, реально до слез. А потом вот такой вот припев в этой же песне. Вы ловите эти вайбы? Ну вот эти вот. Расскажи скорее всем, что я мыслю, как ребенок. Но я делаю за день, что не сможешь ты за годы. Последний трек с альбома – это у нас «Выдохнуть», и здесь бит очень минималистичный. Здесь полтрека идет пианинка. Там на фоне заскулила собака прямо в биток. А дальше у нас уже пошло развитие со второго куплета. Тут барабанщики появляются, это «Addictive Drums». Ну нереально сложная драм-партия. И тут гитара Кирилла еще используется. Изначально на альбоме планировалось 9 песен. И вот таким был первый трек-лист. Но потом мы с Димой переслушали то, что получилось. И поняли, что две песни нужно выкинуть, потому что они немножко не попадают по настроению. Короче, я подумал, что слишком много треков про отношения, и надо разбавлять будет. И песен стало 7. Как-то маловато для сольного альбома. Поэтому мы решили добавить туда фит. С манилением, которым мы записали месяцами ранее. На самом деле цвет алого заката идеально подходил. И под концепцию альбома, и под звучание, и там еще про рыжую девочку поется. А вот у меня сейчас на мерче огонек он рыжий, и на фоне рыжий фон, и огонь там везде все горит, он фаер, и вот все подходит. И за кадром дружи, девочка. Все. Видели? Я все объяснил. Снова по рыжей ветке еду к тебе навстречу. Сведение и мастеринг альбома! Обычно свожу и мастерю треки я себе тоже сам, но, честно говоря, я в этом не так силен, как в написании битов, текстов и придумывании мелодий. Я так сказал, как будто я прям пишу что-то невероятно сложное. Вообще, в 2023 году нормально иметь постоянную команду. Кто-то занимается битами, кто-то занимается цветами, кто-то занимается машинами. Вот такой у меня бизнес. Скоро будет. Поэтому я решил отдать сведение всего альбома человеку, который реально шарит в звуке. Это было, мне кажется, супер правильное решение, чем я бы зруинил еще 8 песен. Ну а сейчас предлагаю отправиться на студию и посмотреть, как же сводился альбом. Йоу, всем привет! Вы на канале Ксенон! Прямо сейчас с нами Эшли Арсен... Эшли, он же Арсен Манвелян, хип-хоп-исполнитель и саунд-продюсер из Саратова, который засветился на таких бэнгерах, как «Ночная личность» и трек из «Донатов». Человек, который полностью свел альбом «On Fire». Так, ну мы хотя бы мэйн сейчас попробуем собрать. Пускай никто не хочет слушать вам, и на душе одна лишь нюка, и не согреют все минуты, когда мы есть друг у друга. За***-то. Да-да-да. Очень за***-то. Да-да. Арсен нереально крутой чувак и классный профессионал, поэтому я рад, что он за меня сделал всю грязную работу, и я не занимался 300 часов сведением баса, бочки и синтов вот этих вот. А вот здесь мне тиховато, вот этот бас, который. Хочешь, можем его поднять? Давай чуть-чуть попробуем. Сарё, он должен быть на первом плане? Ну, хочется его чуть-чуть подвыделить. Хочется его чуть-чуть подвытащить. Да. Когда я написал «Битва банк», я подумал, я не знаю, как это свистее вообще. Как это должно звучать, я не понимаю. Мы сводим треки, треки сводим, сидим. Да, вот такие вот песни. Мы свели альбом. Голоса нет. Там играет Арсен. Оу, е. Время 5.30 утра. И домой уже пора. «Он фаер» на всех музыкальных площадках в октябре. Съёмка клипов. Йоооо. 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 Клипы. Йооо. 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 Но так совпало, что в альбом вошла наша совместка с Кириллом под названием «Цвета алого заката», а на неё уже был снят клип и вышел он в июне. «Волосы цвета алого заката, ты опять меня дразнишь своим взглядом». Получается, к альбому у меня было аж два клипа. И было бы невероятно круто рассказать вам о том, как снимался клип на «Песню цвета алого заката», но дело в том, что я даже не присутствовал на этих съёмках. Клип полностью снял мой менеджер, режиссёр, чувак, с которым мы делаем мерч, вообще многофункциональный паренёк Дима Банов. И снимался этот клип в Питере с участием питерских ребят. Я туда даже не ездил. Мы, если что, с Димой живём и учимся в разных городах. Я в Саратове, он в Питере. Поэтому мы решили сделать такой эксперимент и снять клип просто с участием актёров, без меня, без Кирилла. Почему бы нет? К тому же Дима давно уже хотел снять что-то приятное, мелодичное, лиричное и спокойное. А то все наши клипы — это постоянная долбёжка и... Меня удивили даже больше не кадры со съёмок клипа, а организаторские способности Димы и химия самих ребят. Дима нашёл просто двух актёров по определённому типажу внешности, и они буквально в первые 15 минут показывают вот такой результат. А теперь перейдём ко второму клипу, и там уже всё намного интереснее. Первые два дня съёмок у нас проходили на природе Саратовской области, поля, леса, луга. И это очень круто, потому что до этого практически все наши клипы полностью были сняты в закрытых помещениях. Неоновые лампы, вот эта вот вся атмосфера квестов, бункеров. На этот раз наша команда состояла аж из пяти человек. Настя-водитель, Кирилл-бэкстейджер, Дима-режиссёр и оператор клипа, я, хрен пойми кто, и Варя. Ну, просто молодец. Начался первый день съёмки клипа достаточно стандартно. Мы собрали всё необходимое оборудование и реквизит, загрузили всё это дело в машину и поехали в гипермаркет. Там мы закупались водичкой, продовольствием, всякими необходимыми средствами от комаров. Ну и затем мы снова всё это загрузили в машину. Мы всё отлично уложились. Я думала, будет хуже. Не, это да, но просто я в шоке, как это всё уместилось туда. Ну а потом, собственно, мы и направились на первую нашу локацию. Ну, на самом деле, про первую локацию особо сказать нечего. Это были подсолнухи. И из этой локи в клип вошёл только один кадр. Вот он. И, по сути, большую часть времени мы там просто фоткались и создавали мемный контент. По парам в пьяном угаре. Что же ты, парень, снова вспоминаешь о том, как мы гуляли по троту. Это базовая локация. Вот это всё, это база. Дальше мы едем. Я это база. Затем пошли огромные поля. И мы первый раз за всю историю наших клипов сняли дальние планы. Это когда я вот такой вот маленький стоял посреди огромного поля. Пришлось даже немного побегать. И, конечно же, нам по пути встречали всякие зверушки. Ну, куда без этого. Блин, это офигенно! Ну, а дальше мы продолжили бегать по полям. Ведь спорт — это жизнь. А ещё у Димы такое видение клипа. Владос снимает клипочек вместе с Димой Ивановым. Они вон там бегут. Не знаю, видно их, нет? Вон, вдалеке бегут. Но мне кажется, что Дима меня просто гонял, чтобы у меня был уставший и запыханный вид. Вообще мы попали в какие-то удивительные погодные условия, которые дали плюс 100 к атмосфере клипа. Здесь и радуга, и дождь, и солнце, и чего только нет. Короче, это жесть, смотрите. Какая большая радуга! И она двойная! Тем не менее, всё было не так радужно, когда речь касалась нашей одежды и оборудования. Но благо нашего режиссёра вовремя накрывали полотенцем, чтобы камера не пострадала от дождя. Очень кайфовая, мне нравится. Сейчас припев будет ещё раз на вот этом фоне. Вот так снимаются клипы, сейчас идёт дождь и солнце. Я сижу в машине, потому что я уже всё промокла на съёмках. Помедленнее, помедленнее движение. У нас с Димой частенько так бывает, что какие-то незапланированные кадры тащат весь клип. И в этот раз это были кадры с дождём и солнцем. И Диме пришлось очень быстро и оперативно объяснять мне, что делать. Ну а дальше мы решили закругляться со съёмками клипа, потому что уже начинало темнеть. Но на этом всё самое интересное только начиналось. «А почему подвезёте до Саратова?» «Порешаем, ребятки!» «Порешаем, да!» «У меня колонка есть!» «Колонка пойдёт!» «Давай, садись!» «И поехали, поехали!» «Мы поехали искать место для нашего привала. И, конечно же, по пути в Саратовской области мы застряли на наших грязевых дорогах». «Не, давай газовать!» «Это хи...» «Мы газом...» «Полкаем, полкаем, полкаем, полкаем!» «Потрачено!» «Всем, кто надел светлую обувь, мои соболезнования». «Короче, смотрите, какой прикольчик у нас тут!» «А у меня тут какой прикольчик!» «А у Влада там прикол!» «И здесь тоже прикол, конечно, сильный!» «У меня нет слов, я так переживала, а не зря переживала, понимаешь?» «Пошли!» «У нас тут очень прикольный момент!» «Я по грязи еду!» «Добраться, добраться!» «Но мы выбрались из этой ситуации четко, классно, красиво, чисто!» «Из князи в грязи!» «Поэтому все окей!» «А я из князи в грязи сказал?» «В принципе!» «Тоже нормально подойдет, да?» «У меня жопа грязная!» «Да, пи***ь, кто сел?» «Я сел прям, да?» «Да, Дима сейчас будет мыть ножки моей принцессе салфеточками» «Блин, реально надо было лопату взять» Ну а дальше все пошло по кайфу Мы нашли место для привала и стали разбивать палатку Ну как мы стали разбивать палатку Дима стал разбивать палатку А все остальные... «Инструкция хэксплотации» «Кто чем занимается просто?» «Слушайте, мне кажется, первое шло, что нужно сделать, чтобы достать» «Такие мы молодцы, конечно, так хорошо помогают» «Деремся с комарами, деремся с комарами» Ну а дальше мы развели костер, поставили свет И начали съемки, но на этот раз уже не клипа А живой версии трека «Цвета алого заката» Посмотреть ее вы можете на канале «Умни Леня» по ссылочке в описании Ну а затем мы просто ели шашлыки, пили сок, отдыхали и все было классно! «Короче, Ксен, тебе как вообще?» «Это, возможно, в блок, если он будет...» «Вертикальный теперь он у тебя стал, резко ориентацию сменил» «Резко!» «Ну что я могу сказать?» «Смотри, резко! Опа!» «Во-первых, не заболеть бы, на самом деле, потому что я что-то полежал и...» «Мне-то нормально!» «Стой, дай я попью» «Ну попей» Кирилл лучший оператор бэкстейджа, и вы бы знали «Дим, ты как?» «Я жду шашлык» «Ты как?» «Я из леса пришла» «Из леса?» «Да» «А в принципе как?» «Я хочу спать» Поспали мы немного, где-то часа четыре, потому что легли очень поздно, а проснулись очень рано А Кирилл с Димой вообще, по-моему, обсуждали всю ночь альбом «Салуки» у костра «Не могу спать» Итак, перемещаемся в день съемок номер два Мы просыпаемся, собираем вещи и готовимся к отправке в следующую локацию «Десятый, мы проснулись» «Варвара Добраутровна» «Я спал час» «В машине» «Отночевали часть ночи, как бомжи тупо» «Да это кайф же, нет?» «Рядом с костром» «Ну это кайф, нет?» «Нет, кайф-кайф» «Как себя чувствуешь с утра?» «Жопа затекла, все остальное нормально в целом» «Работаем, ребята, едем» «Едем» «Едем» «Сильнее всего» «На дискотеку» «Едем» «Едем» «На дискотеку» «Со своей фанатекой» «Итак, мы прибыли на водопад» «И да, это было мокро» «Но мы приспособили шляпу Кирилла, которую он хотел использовать как реквизит в съемках» «Просто для защиты камеры» «Ой» «И, ребят, то, как мы спорили с Димой во время съемок на водопаде» «Заслуживает, мне кажется, отдельного ролика» «Пойми, это не песня грустная-то» «Она качает нахуй, ты б**» «Давай, б**» «Не е**ть пазги» «Джинсовку сними» «Ты вы че вам нахуй, может трусы снять еще?» «Ну ты выглядишь как рэпер с района, б**» «Джинсовку сними» «Грустный вайп, грустный вайп, давай, б**» «Давай, грустный вайп, пошел» «Ну, Влад, у нас два тейка, б**» «Ну, реально» «Ну, Влад, ну я тебя умоляю, б**» «А-а-а, как грустная п*****» «Б**» «Так надо, б**» «Я сейчас нахуй выйду отсюда вообще, б**» «Давай, б**» «Миша, ну, б**» «Без тебя давно уже погас, и пламя что-то разогревает» «Ребят, давайте последний раз» «Наши машины не выйдем» «Ну что ж, на этом наши кадры на природе закончились, и мы отправились домой» «И на этот раз мы снова застряли» «Если чё, сразу Газфо за ним включай» «Ребят, б**» «Ой, б**» «Ой, б**» «Ой, б**» «Ой, б**» «Ой, б**» «А чё быть с нами тогда вообще, б**» «А потом мы бипикнем, б**» «И бипикнем, б**» «Следующие два дня съемок мы провели уже в помещениях» «И на этот раз наша команда была такая» «Я», «Дима» и «Лена», «Которая играла в возлюбленную главного героя» «Вооот» «Такая вот у нас локация» «Вот это Дима Банов» «Вот это Лена» «Я буду брать сильнее» «Это 4К, я буду зумить» «Мне нужны будут конкретно, скорее всего, глаза» «Но может быть так останется» «У нас опять сломался огонь» «А как давно он сломался» «Ирина, почини огонь, пожалуйста» «И поскольку Лена уже снималась в клипах и шарит за съемку» «У нее были вполне здравые требования» «Хорошо» «Смотри на него» «А потом просто уйди» «Ага» «А ты посмотри туда» «Пи***ь грустная» «Вообще, пока мы снимали на студиях, Дима ставил передо мной примерно одну задачу» «Это сидеть и грустить, лежать и грустить, стоять и грустить» «В общем, грустный клип получился, ребята» «И можешь, типа, понял, вниз посмотреть» «Куда-нибудь рукой голову такой, типа, п***ь, урод» «Не, да» «Все грустно, просто очень печально» «И ты, типа, понял, ты как будто в своих мечтах» «И пытаешься, ну, сконцентрироваться, а ты все равно, типа, видишь ее» «Понял, вот такая тема должна быть» «Грустный стоящий такой, типа, можешь прямо вниз смотреть» «Когда поставили два» «У вас депрессия?» «Пока нет» «Ух, вот так вот у нас прошли съемки клипов» «Как ваше самочувствие?» «Очень жарко» «Очень жарко» «Вот у нас клип снимается, вот видите» «А на мне «тишка» от «РЗТ» «Рисозатворческого» и «Панч» «Мы выиграли» у Александра Фломастера «А.К.А. Рисозатворческого» «Лучшего обзорщика треков, разборщика песен» «Надеюсь, Флом тебе понравится наш новый трек и клип» «И мы получим хотя бы 34 балла» «Оу, бро, да ты монстр вообще!» «Вообще респект!» «Видели, да?» «Свой человек!» «Вот это база!» «За одно этого я вам рекомендую пойти скупить вообще весь мерч его» «Легенда, Ксенон!» «Обложку для альбома мы начали делать еще во время съемок клипа на песню «Заряд» «Тогда Дима принес на студию волшебную пену, которая...» «Собственно, вы сейчас сами все и увидите» «Держи» «Так» «Показывай, один раз» «А это больно?» «Ну так» «Мне кажется, я ах, ах, как удивлюсь» «Ну это, это горячо, но это не так, чтобы...» «Просто 40 минут делал это дома» «И нашей задачей было отснять меня с горячей рукой в слоумо и лучший кадр взять на обложку» «Смотреть мне куда?» «На руку» «Лучше смотреть на руку» «Вот сюда, да» «Ну горячо, ладно, скажи» «Ну да» «Первые три дубля ощущения были примерно такие, как, я не знаю, сделать глоток очень горячего чая» «Горячо, но быстро отпускает» «И вот реально, вообще не больно» «Но дальше пенки становилось все больше и больше и ощущение от огня в моей руке можно описать примерно так» «А чё она так долго» «Это потому что пенка, видишь» «Так много» «Кстати, как раз вот этот дубль и пошел на обложку альбома» «А ведь рука после этого дубля у меня жгла еще несколько часов и я таскался в руке с холодной бутылкой» «Великолепно» «К слову, Лена тоже решила поиграть с огнем и мы вставили это в клип» «А потом Дима решил поджечь весь контейнер с пенкой» «Безопасность» «Фу, блядь, воняет пи***ь» «А затем, когда Дима приехал в Питер, он распечатал эту фотографию с моей горящей рукой и поджег ее» «Вы прикиньте, какой концепт? У меня на обложке горит фото, на которой у меня горит жопа с того, что у меня горит рука» «Супер мега концепт» «Надеюсь, на обложке альбома On Water я не буду где-то там под водой буль-буль-буль вот это все» «Опасные съемки все-таки пошли, ребята» «Подведем итоги» «За последние несколько месяцев была проведена очень большая и интересная работа над релизом, который был нужен мне эти три года» «Наконец-то это что-то сольное, не мемное, в этом нет инфоповодов, это никак не привязано к трендам или маскам ТикТока» «Наконец-то я сделал ту работу, которую могу показать всем, всему миру» «И теперь, если меня позовут в какой-то бар выступать за 15 рублей, у меня есть крутой сет из треков» «И самое главное, ребята, я сделал тот альбом, который мне самому по кайфу слушать» «Потому что некоторые песни, которые я выпускаю, я терпеть не могу» «Особенно этот ваш хваленый Йокарный Бабай» «Я сливаю деньги, я сливаю время» «Многие песни были лишь частью какого-то ТикТок-тренда, какого-то мема, и я просто задолбался постоянно быть конвейером по производству фастфудного продукта» «Но это не значит, что я его не буду делать в будущем, я не зарекаюсь от этого, ребят, вообще никак» «Но надо было сделать что-то серьезное хоть раз» «Не скажу, что я сделал что-то гениальное, для многих релиз покажется просто сборником попсовых песен с речитативом, но для меня это реально важный шаг как для исполнителя» «Поймите, что будет дальше» «Вы, наверное, подумаете, что я стал каким-то серьезным дядькой, который выпускает грустные песни про женщин» «Но это не так» «Веселые песни про мужчин» «Да, я сделал серьезную работу, который доволен, но постоянно делать такие песни мне не хочется» «Мне тупо скучно делать одно и то же» «Плюс мне нет смысла останавливаться на этом звучании, потому что я не получаю с этого так много прослушек и внимания, как хотелось бы» «Ну а сейчас для меня наступает эпоха экспериментов» «Я не знаю, что буду делать дальше, но, скорее всего, буду пробовать писать демки в разных стилях и закидывать их в TikTok» «Ну а то, что зайдет, буду доделывать и дропать на площадке» «Ну а на этом наш гигантский ролик подошел к концу» «Если он вам понравился, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал и покупайте мой новый мерч по ссылочке в описании» «С вами был Ксенон, всем пока» «Упс, у меня теперь нет чувств, эти встречи ни к чему» «Погоди, еще чуть-чуть, ненадолго отлучусь» «У меня теперь нет чувств, мы прошли хороший путь» «Снова слушать эту чушь, больше не хочу»